здравствуйте дорогие студенты следующая наша тема лекции электрическое свойство веществ большинство современных полуправедниковых приборов выполняется из кремния и германии это элементы четвертой группы периодической системы элементов менделеева а также из арсении да галя электрическое свой вещество веществ вот как мы видим на этом слайде способом проводить электрический заряд вещества делится на проводники полупроводники и диэлектрики проводники это хорошо проводит проводит электрический ток к ним относятся например металлы электролиты плазма и так далее полупроводникам по проводимости не занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками полупроводникам относится как мы выше сказали германии кремний и так далее диэлектрики у нас практически не проводит электрический ток к ним относятся пластмассы резина фарфор и так далее дальше кристаллическая структура кремния и германия называется структурой типа алмаза на рисунке при такой структуре каждый атом вещества расположен в одной из вершин правильного тетраэдра и имеет 4 ближайших соседних атомов с которым он связан парно-электронными ковалентными связанными так как образование ковалентной связи участвует все четыре валентных электронов каждого атома то такое веществе при температуре близкой к абсолютному нулю нет свободных носителей заряда таким образом кремния и германии при нулевом температуре обладают большим удельным сопротивлением то есть электрическом отношении ведут себя как диэлектрики современная технология позволяет получить германии кремния которых на 10 12 10 13 степени атом основного вещества приходится всего один атом примесь удельное сопротивление таких предельных очищенных полупроводников при низких температурах очень велико характерной особенностью полупроводников является значительное уменьшение их удельного сопротивления при повышении температуры у металлов это растет с повышением температуры так при комнаты температуре 300 кельвин удельное сопротивление число кремния составляет 0,1 и 200 он метр а чистого германия но целых шестьдесятых ом метров с повышением температуре уменьшается чистых полупроводников это связано с тем что с ростом средней энергии тепловых колебаний решетки час-вариентных связи разрывается и появляются свободные носители заряда электропроводность полупроводников возникающая за счет этого механизма получила название собственные как показывает теория и опыт собственная проводимость полупроводников всегда обусловливается движением носителей обоих знаков электронов и дыр концентрация которых одинакова например если у электрона как мы знаем заряд отрицательный то у дырки заряд у нас положительный появление положительных дырок классической модели можно объяснить тем что при от отрыве валентного электрона кавалентная связь становится незавершенным то есть данные области кристалла возникает избыточный положительный заряд образовавшаяся незавершенная связь может восстановиться за счет перехода валентного электрона от соседнего атома что приводит к появлению у последнего избыточного положительного заряда таким образом положительно заряженное состояние атома перемещается по кристаллу что можно описать как движение квазичастицы названной дыркой при этом необходимо иметь ввиду что рассмотренная чисто классическая модель поясняющая существование положительных носителей заряда дырка то есть дырка полупроводника является конечно группой на самом деле дырка чисто квантовое понятие корректно может быть введена только на основе квантово-механического описания электронной системы кристалла с согласно квантовой метанике энергия электрона в изолированном атоме может принимать только ряд по неопределенных значений называемых энергетическими уровнями дискретность энергетических уровней в электронно изолированном атоме проявляется в частности в том что спектры изучения одноатомных разряженных газов это газы благородные газы пары металл всегда являются мини-чатами взаимодействие атомов при объединении их молекул приводит к тому что дискретные уровни энергии расщепляются из каждого уровня образуется полоса близко расположенных уровней подобная ситуация возникает и при образовании кристалла который благодаря наличию сил связи между атомами можно рассматривать как гигантскую молекулу таким образом при объединении атомов кристалл каждый атомный энергетический уровень например вот имеется ввиду энергетические уровни полупроводники и электрики так и можем при объединении атомов кристалл каждый атомный энергетический уровень из-за наличия сил взаимодействия расщепляется на большое число близко расположенных уровней научно образующих энергетические полосу или разрешенную энергетическую полосу или разрешенную нарисшую энергетическую зону число уровней до В разрешенной зоне ровно число уровня энергии в разрешенной зоне, равно числу атомов в кристалле. Разрешенные энергетические зоны отделены друг от друга запрещенными зонами. Электрон в кристалле не может обладать энергией, значение которой попадает в запрещенную зону. Ширина разрешенной зоны для внутренних и внешних валентных электронов атма различных. Для уровней внутренних электронов расщепление незначительное и соответствующие зоны узкие. Расщепление уровня энергии внешних валентных электронов напротив довольно велико. Зона, образующая из этих уровней, называется валентная зона. Ее ширина может быть равна нескольким электронам вольта. Поскольку число уровней в энергетической зоне равно числу атомов в кристалле, в соответствии с принципом Паули, зоны, образованные из полностью заполненных электронами атомных уровней, также будут полностью заполнены. Следовательно, все внутренние энергетические зоны и кристаллы будут полностью заполнены электронами. Будет ли кристалл при нулевом температуре, абсолютно имеется в виду 0 кельвин, проводником или изолятором? Зависит от того, как заполнена валентная зона, то есть наивысшая зона, наивысшая зона, в которой есть электроны. Если она заполнена целиком, вещество будет изолятором. Действительно, приложенное электрическое поле не может изменить полную венеру электрон в такой зоне, так как все места в ней заняты. Именно такая ситуация реализуется при нулевом кельвине в полупроводниках. Валентная зона у них целиком заполнена, а следующая за ней зона разрешенных. или называемая зоной проводимости. Здесь заполнена электронная зона первая, а вторая запрещенная зона везде. А зона свободная электрическую уровень в верхнем. Именно такая ситуация реализуется при нулевом кельвине в полупроводниках. Валентная зона у них целиком заполнена, а следующая за ней зона разрешенных, или называемая зоной проводимости, абсолютно пуста. Таким образом, кванцомеханическая зонная теория в твердых теориях объясняет, почему при нулевом полутемпературе, имеется в виду опять же 0 кельвин, абсолютная температура, полупроводники в электрическом отношении ведут себя как диэлектрики. В отличие от истинных диэлектриков, полупроводники имеют значительно более узкую запрещенную зону. Поле узкую запрещенную зону. Вот имеется в виду, разделяющая валентная зона и ц-зона черная запрещенная зона – это Делта Е. То есть здесь Делта В, можно на рисунке В написать, да? Равна энергоионизация атомов вещества. Так при нулевом температуре, при нулевом абсолютной температуре, у Германии, при абсолютно нулевом температуре, у Германии это зона 0,75 электронов вольт. А у Кремной, это запрещенная зона Делта Е, это 1,21 электронов вольт. А у такого хорошего диэлектрика, вот каким является Алмаз, вот запрещенная зона примерно равно 7 электронов вольт. Полупроводниковые условно считают вещества, у которых запрещенная зона колеблется между 0,1 и 2,5 электронов вольт. То есть у которых уровень энергии запрещенной зоны колеблется от 0,1 до 2,5 электронов вольт, значит это считается у нас условно полупроводниками. Зонная схема, зонная схема, вот электрика, изображенная на рисунке. Вещество является проводником, либо в том случае, когда валентная зона, валентная зона, например, валентная зона, вот нижняя часто первая, является проводником, в том числе, когда валентная зона заполнена лишь частично. Либо когда валентная зона и верхняя зона пересекаются, образуя единую зону, которая опять-таки заполнена лишь частично. При комнатной температуре, как мы ранее говорили, ну это комнатная температура у нас, абсолютная комнатная температура 300 км. Средняя энергия тепловых колебаний кристаллической решетки в таких случаях равняется 0,026 электрон вольт. Для диэлектриков зона прогресса остается пустой. Например, валентная зона целиком заполнена вплоть до очень высоких температур. Такое вещество при нагревании сохраняет свои диэлектрические свойства. У полупроводников, имеющих меньшую ширину запрещенной зоны, при нагревании существенно увеличивается вероятность перехода электронных. из валентной зоны, из валентной зоны, из валентной зоны, в зону проводимости приводит к появлению такого числа, такого же числа незанятых энергетических состояний у потолка валентной зоны. Согласно квантовой механике, движение электронов почти за заполненные в валентной зоне и квантовой движением положительным зарядом дырки. Заряд дырки численно равен заряду электрона, а ее эффективная масса несколько отличается от эффективной массы электронов в зоне проводимости. Таким образом, собственная проводимость полупроводников обусловлена ионизацией атомов полупроводникового вещества за счет энергии тепловых колебаний кристаллической решетки. В результате этого процесса, часть электронов из валентной зоны переходит в зону проводимости, а в валентной зоне образуется равное число дыр. Например, если электрон переходит через запрещенную зону к валентной зоне, тогда электрон перешел сюда, а в месте, где раньше стоял электрон, образуется дырка. Вот заряд дырки как раз есть положительный. электрон перешел сюда, у электронов заряд отрицательный. Поскольку концентрация электронов и дырк собственного проводника одинакова, то есть вот концентрация электронов и дырк одинакова. Это буква индекса i и i означает «собственный». Поскольку концентрация электронов и дырк и электронов и дырк одинакова, а их подвижность как и Кремль, так и Германии отличается не слишком сильно подвижность. Это имеется в виду вот μn в этой форме и μp, то электропроводность этих полупроводников носит примерно одинаковый клад носителей обоих знаков. Т.е. в относительности σi равно Еn μn плюс Еp умножить на μp. Значит, здесь у них электрон и концентрация одинаковы. Отправляем за скобки и можно переписать это уравнение. Еn и в скобках μn плюс μp. Возникновение, т.е. генерация свободных носителей заряда в полупроводниках всегда сопровождается обратным процессом, т.е. рекомбинацией. В соответствии с зоной схемы собственного полупроводника, как мы раньше выше говорили, рекомбинация свободных носителей в нем связана с тем, что электрон из запрещенной зоны возвращается обратно в валентную зону. Возвращается обратно в валентную зону. Наличие процессов термической генерации и рекомбинация обусловливает некоторую стационарную концентрацию носителей, зависящую для данного полупроводника только от температуры. В стационарном состоянии число термически генерированных пар сводов носителей равно числу рекомбинующих пар. В чистом Германии при комнатной температуре стационарная концентрация сводов носителей примерно равна 5 умноженных на 10-19 степеней. Продолжение следует... Продолжение следует...